В регионе протягиваются святочные мероприемства, присвеченные Международному дню Жаншин. Сегодня лепших працевниц Жлобинского района ушановывали представники мясовой улады и громадские организации. На мероприемстве побывали наши корреспонденты. Десять годов тому Людмила Кольчева изменила городское життя на вязковое. Ранее она працевала в медицине, зараз на ферме. Работу сумершая с материнством. Жаншина выгадывала троих сынов, яким теперь допомагая с шатарма внуками. Мы когда-то думали, мечтали, что у нас будет тут дача, а квартира здесь. А получилось, что мы остались там жить. И меньшего сына перевели туда, в Праспорнянскую школу. Он нас кончил. И сейчас он у нас учится в Минске, в БНТУ, на военной кафедре. Сегодня Людмила – гоноровый гость святочного мероприемства, присвеченного Международному дню Жаншин. У Жлобинским центра культуры собрались представницы самых разных сфер – профессионалы, активистки и матули. 55 жаншин, які из своей штадионной працы отыгрывают значную роль у социальным и громадским житті района. Подяковать им за гэта и повиншавать с надыходящим святом пришли представники УЛАДы и громадских организаций. По традиции Беларуский фонд МИРУ у гэтая дні проводить акцию «Славим жаншину працы» и ушановывая активисток-миротворцев и працавниц сельской господарки. Женщина – это главный воспитатель. Воспитатель в семье. Как она будет воспитывать, зависит будет будущее наше молодое поколение. Женщина – воспитатель в своем коллективе, потому что она всегда работает с ними. Это первое. Дальше. Я считаю, что женщина – это и миротворец. Почему? Потому что если что-то где-то случится, какие-то неувязки, террор, кто больше всего переживает? Женщина. Она пускает через душу. Поэтому мы считаем, что женщина – это женщина-миротворец номер один. Прысутным женщинам подяковали за працу, добро и укладу справу миру и згоды. Усеяные отримали каштовные подарунки и кветки. Прадставницам прыгожого полу пожадали дальнейших поспехов как у профессийном, так и у особистом житти. А так само просто гажаночего счастья и добробыту. С 2007-го уже начала работать. Сразу оператором машинного доения передавил производство. Но потом приводить тяжело, нужен подход к животному всегда. Животное, как и человек, он все понимает. Чем больше ласки, тем, как говорится, больше молока и всего. Сустреча протягнулась святочным концертом. Областный проем женщин, присвеченный восьмому саковика, пройдя завтра у Гомеле. Ганна Каральчук, Миколай Скінціян, Яуген Макеенко, телерадио компания Гомель, Жлобин.